Молодежный парламент В Ленинском районе можно было отдать свой голос за десятерых из 13 выдвинутых кандидатов. Александр Птицын интересуется политическими вопросами на протяжении четырех лет. Узнав о выборах, он, не задумываясь, решил участвовать. Нужно быть заинтересованным в развитии своего района, соответственно, области и страны, потому что кто, как не мы, сможем в дальнейшем развивать страну, предносить какие-то законы новые. Ксения Мошкина тоже неравнодушна к судьбе своей малой родины и в будущем мечтает связать жизнь с политикой. Я ответственный исполнительный человек, и я действительно смогу что-то сделать для Ленинского района и как-то помочь ему. Но, как говорят уже опытные депутаты, быть ответственным и исполнительным – это только малая часть тех критериев и черт характера, которые помогут стать хорошим специалистом. Если, соответственно, у них не будет вот этого желания этим заниматься, обучаться и потом, соответственно, идти куда-то дальше, то ничего не получится. Поэтому, наверное, готовность к работе – это самый большой критерий. Этот день у многих останется надолго в памяти, как, например, для Максима Панова. Молодежь – это больше, так сказать, ближе ко мне. И мне очень важно, что молодежь может сделать для нашего района, для нашего города. Очень интересно будет посмотреть, какие идеи у кандидатов, что они для нас подготовят. А уже в ближайшее время депутаты проведут первое заседание новоиспеченного молодежного парламента и примутся за непростую работу. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Видное ТВ.